Время, 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 время Время, время, время Занял Поверните направо Поверните направо Продолжайте движение 89 км Залил бензин И продолжаю движение в сторону Томска Серия будет длиться примерно час пятнадцать Должен сказать, что за бортом Порядка 28-29 градусов Сработал радиодетектор С левой стороны вы могли увидеть Камеру фотофиксации Воздух теплый, влажный Тяжелый Не очень комфортно На улице Сейчас Почитаю комментарии Которые Которые поступили К этому времени сообщения И продолжу Комментарии о трассе Комментарии о трассе За прошедшее время Комментарии о трассе Комментарии о трассе Пишет Александр Возможно увеличение гигабайт Связано со скоростью потока битрейтов Чем выше скорость потока Тем больше занимает место Посмотри файл с регистратора Свойства подробные Там указана Какая скорость передачи Такую же скорость и ставь Тогда Когда выводишь Уже целый ролик Хорошо Для меня это Тяжело понять Рейты Поток видео Ладно Буду разбираться Так Опять Николай Брежнев По поводу Качество Качество съемки Если менять регистратор То лучше брать Со скоростью съемки 60 кадров в секунду У меня В основном Скорость съемки 30 кадров в секунду И на YouTube Качество теряется Очень много Подумываю Приобрести Более лучший Регистратор 60 кадров в секунду Так Отвечаю Значит Есть У меня изменения Изменения На мой взгляд Приятные Значит Приобрел Камеру Называется UM ASG SG SG6 Legend Чем меня Привлекла Эта камера Там есть Функция Видеорегистратора Автомобильного Ознакомиться С характеристиками ознакомиться с характеристикой этой камеры можно в интернете я скажу следующее очень много настроек но меня привлекают только для видеорегистрации это из окна автомобиля и функция видеокамеры из окна поезда все эти функции в этой камере присутствуют я сделал краткую поездку и оценил качество должен сказать качество просто великолепная очень много положительных моментов с этой камерой может быть попозже вспомню скажу но есть и на мой взгляд существенный недостаток который заключается в том что нет встроенного gps приемника картинку снимаешь пейзаж все это наблюдаешь но где находишься понятия не имеешь поэтому нужно будет во время съемки комментировать проходящие мимо проезжающие населенные пункты это хорошая функция это на мой взгляд большой недостаток в комплекте шло огромное количество разных причиндалов но они мне не нужны мне крепление на стекло и возможность запитывать от прикуривателя или от внешнего источника напряжения от внешнего аккумулятора цикличность записи можно установить 5 10 15 минут и непрерывная съемка у меня вполне устрою устрою 15 минутная потому что рвать серия по времени очень сложно потом начинать с какой-то секунды поэтому заканчивается какой-то файл на этом серии останавливается например 4 файла это час времени вполне достаточно так еще что там не понравилось но есть функция начать включение в ручном режиме и включение и камера может включаться при запуске автомобиля но это все настраивается иногда редко правда но забываешь включить видеорегистратор и тронувшись уже потом вспоминаешь но возвращаться уже не возвращаешься и начинаешь писать с того момента где вспомнил про видеорегистратор здесь присутствует качество записи с частотой 60 кадров в секунду это одно из больших преимуществ почему я на этом остановился второе видео камере можно подключать микрофон и вести комментарии то есть записывать голос он сам тоже неплохо вроде бы пишет на встроенный микрофон но я проверил немного значит качество звука значительно лучше если писать на внешний микрофон но тут опять-таки недостаток если включаешь внешний микрофон то нужно отключать подзарядку под прикуривателя аккумулятора хватает на час вот это неудобно не продумано было бы замечательно если бы был вход и для микрофона отдельно и для прикуривателя для подзарядки потому что при длительной поездке например в поезде нужно снимать порядка 12 часов 14 часов то понятно что о комментарии в микрофон во внешней речи не идет очень хорошая функция то что я смог поставить туда карту памяти 128 гигабайт ее хватает на 14 часов непрерывной записи там по 1900 на 1024 по моему размеры ну сейчас не помню точно и при съемке 60 кадров в секунду это очень хороший на мой взгляд положительный момент в камере sg cam 6 legend там есть опять таки настройка удаление вибрации есть возможность ускоренного просмотра и обратного просмотра ну и этими функциями как-нибудь воспользуюсь покажу такой пробный ролик стоит брать такую камеру или нет не знаю gopro не пробовал лучше или нет но цена конечно в 4 раза дешевле это очень привлекательно там есть качество 4d 4k 2k по моему таких настроек там чтобы 10 то есть выбираешь любое качество широкий угол кроме этого есть широкий угол средний и узкий но я для видеорегистратора поставил широкий но плохо то что там нету gps устроенного приемника к видеокамере я еще вернусь наверное попозже а сейчас насчет дороги как можете заметить треска очень мало то есть и визуально наблюдаем хорошее полотно дороги и микрофон видеорегистратора подтверждает что тряски какого-то скрипа вибрации нет дорожное полотно хорошее находимся пока на Новосибирской области приближаемся к границе с Кемеровской областью что я хочу сказать про Кемеровскую область было время когда в Кемеровской области был самый низкий была самая низкая стоимость бензина была процентов на десять она отличалась от любой заправочной станции в России к сожалению вот эти золотые времена канули в лету и теперь бензин и в Кемеровской области и по всей России калибрится ну примерно в одном диапазоне пейзаж как видите не очень такой художественный но довольно таки красиво с одной стороны по ходу деревья но опять таки это видать ветрозащитные с другой стороны с правой стороны голое открытое место вот обратите внимание иногда появляется какая-то помеха помеха какого рода как будто что-то летит там стержинка или какой-то белый лепесток чем ближе к Томску это будет более наглядно но уже сейчас я вот временами наблюдаю это не помеха это не брак это бабочки это белые бабочки капустницы и капустницы их очень много но еще пока маловато но тем не менее можете обратить внимание что уже в Новосибирской области только что пролетело с правой стороны можно заметить очень большое количество бабочек но это мельтешение вы и без как бы без напоминания можете можете замечать это бабочки мне объяснили ситуацию вот с таким количеством так вы наверное слышите звук это раскаты грома сейчас у нас в москве начинается гроза видать небо заволокло тучами такими серыми вот раскаты грома сейчас видать польет дождь ладно вернемся на трассу мне сказали в томске объяснили что из-за аномального лета слишком поздно наступило но вы наверное сами сможете прочитать дорожные знаки поэтому я на этом останавливаться не буду из-за позднего лета задержалась развития что ли этих бабочек и вот они из-за резкого потепления или из-за аномально теплого лета они активизировались этим объясняется такое большое количество летающих насекомых это касается и вот этих мух огромных как их назвать слепные оводы комары кровососы это вот из-за аномальной природы из-за аномальной погоды движения средней интенсивности ну на участке от новосибирска до красноярска и даже до иркутска примерно одинаковые работает радар-детектор где-то значит стоит излучатель я не наблюдаю не вижу где-то он может спрятан где-нибудь на дереве в кустах или еще где но белка предупреждает об этом вот все больше и больше бабочек попадается но повторю что температура за бортом на улице за окном достаточно высокая плотная теплая такая тяжелая масса воздуха дискомфортно но работает кондиционер автомобилей этого не ощущаешь дискомфортно имею ввиду обочина достаточно широкая но обочина грунтовая я уже предупреждал неоднократно что сейчас не могу вспомнить где по-моему в пензенской области обочина была усеяна какими-то стеклянными отходами производства я съехал на обочину меня заинтересовал вот какие-то блестки подошел и увидел попытался выковырнуть порезал руки и представил что не дай бог это зимой когда запорошено снегом можно съехать на обочину и элементарно все четыре колеса пробить обочина хорошо но нужно быть очень внимательным очень осторожно съезжать на обочину и также осторожно с нее выезжать ну это так это не везде конечно но просто имейте ввиду точно не помню по-моему в пензенской области это было но не утверждаю солнце бьет справа очень неудачно я разместил на торпеде эту ткань которая поглощает должна была поглощать отражение солнца в глике солнца это недоработка нужно будет наверное переделывать эту поглощающую ткань или как ее еще назвать накидку что ли на торпеду ее легко ставить на присосках 3-4 присоски и она плотно держится к лобовому стеклу и не мешает в общем поглощает лучи солнца так раскаты грома продолжаются по-моему 4 часа утра спать уже не хочется поэтому решил разместить обработать видео вчерашнюю серию 12 загружал в интернет порядка 10 часов вот по-моему место для привала до стоянка форы стоят пару штук можно остановиться скажем так и охрана и заправка то есть неплохое место для остановки для отдыха но я уже заправился поэтому это для меня не вопрос двигаясь по трассе вроде бы федеральная трасса широкая асфальтовая дорога полотно хорошее все и перекресток такой съезд или как второстепенный и участок буквально 10 метров асфальта потом резко обрывается и пошла грунтовка и и грунтовая часть но там ну такая скажем небольшая реплика небольшая заметка федеральная трасса и дорога регионального и местного значения когда у нас будут дороги местного значения ну например вот с трассы с федеральной доехать до ближайшей деревни там до ближайшего поселка по нормальной асфальтовой дороге когда это будет я не знаю а то что грунтовка разбитая и по ней не проехать это конечно беда это проблема но я думаю такое время наступит красивый красивый пейзаж видите и справа и слева деревьев то есть мальчатый край и ягоды но останавливается останавливаются далеко не все где моя кофе так я все одержим сейчас идеей срочно проверить с джекам 6 легенд на предмет в качестве видеорегистратора я сделал очень короткое видео пока ехал в автобусе потом на машине немного проехал и сравнил с картинкой окинори должен сказать что отличие огромное качество съемки значительно лучше значительно окинори чем привлекает это тем что внизу с левой стороны видите надпись северный федеральный округ новосибирская область дорога м53 вот и координаты то есть можно последить на карте вот с g там этого к сожалению не будет там будет штамп марка видеокамера с правой стороны и и время дата лечит скорость невысокая спешить некуда выбираю самое оптимальное режим экономия бензин и спешить некуда тем более меня тут где-то к обеду времени более чем достаточно позвонил предупредил примерно никогда не называю точно то есть у меня должен быть запас во времени чтобы на психику на нервы не давило не опоздать успеть бы это не это не очень так это навигатор предупредил о том что я на пределе скорости вот еще один пункт для остановки для отдыха что здесь не смог рассмотреть дорога по одной полосе в каждую сторону но я думаю от кемерово до красноярска там уже полоса по две полосы по 2 там же дорога трасса по две полосы в каждую сторону требует внимания и дорога новосибирск кемерово ее тоже нужно сделать по две полосы в каждую сторону вот видим водосток вдоль дороги то есть уже дорога как бы как это сказать то за дорога наблюдаются дорога следят трассу берегут то есть те места где во время осадков заливает водой дождем тут значит сделали лотки лесопосадки искусственные видно что деревья посадили вдоль трассы ну с одной целью по всей вероятности это защитить от сильного ветра что слева что справа если смотреть что с левой стороны там два-три ряда лесопосадок то надо полагать что розоветров слева направо основной сильный ветер так что-то впереди еще до стоянка вышка и фуры стоят и кафе какое-то ну то есть место для отдыха для привала вполне приемлемая заправку не заметил есть или нет на полотно дороги вот уже где-то начинает дребезжать уже где-то начинает скрипеть это подсказывает микрофон редактора видеорегистратора да кстати я хотел немного сказать про видеоредактор мов обе там обратил внимание есть настройка для youtube этой серии рисковать не буду наверное до конца маршрут москва томск размещу но потом проверю как настроить как пользоваться вот этой функцией размещения видео в интернете то есть там уже наверно учитываю учитывают и учитываются и качество картинки и скорость передачи битрейт но проверю уже наверное на следующих маршрутах дай бог если они будут интенсивность эксплуатации трассы видите значит и поколейности износ полотна под верхним слоем уже просвечивает нижний слой и более старый слой то есть этот участок дороги уже должен требовать пристального внимания но мы год полгода еще так вот уездить можно будет но потом надо будет принимать какие-то меры по восстановлению дорожного полотна на бочке бьются лобовое стекло на бочки оводы то есть огромное количество насекомых и практически не вижу птиц но у пиру птиц наверное сейчас пир такое количество корма летает они наверно даже птицы не летают а просто ходят с земли подбирают обстановка спокойная мало практически не слышно чтоб радар детектор предупреждал о видеокамерах и фотофиксации повторю что двигаемся в сторону кемерово сторону кемеровской области но наша цель не кемерово а томск по дороге в томске еще ни разу не ездил то есть с трассы м53 еще не съезжал в сторону томска не очень комфортно расположено солнце видите бьет сверху вниз поэтому картинка немножко какая замыленная не четкая ясная слегка замыленная было бы паспортно конечно было бы совсем другой пейзаж но повторю что очень живописно красиво лес смешанный и ели и лиственницы и березы красиво да но сейчас там не очень комфортно человеку не угодить тепло плохо холодно плохо дождь плохо солнце плохо хотя у природы нет плохой погоды колейность пока не наблюдаем но износ полотна заметен особенно вот на встречной полосе видите темные две два следа это вот изношенность строительная техника вот с левой стороны сейчас проезжаем место для кратковременной остановки потянуло в сон просто съехал остановился поспал вот знак вот с правой стороны проезжаем проехали только что видели наверное серую коробку это обманка никакой там фото и видео аппаратуры нет вот а если и есть то она отключена потому что радар детектор никак не отреагировал эфир свободен общение никакого нет по крайней мере я не слышу чтоб было общение слышно было общение дальнобойщиков очень монотонная скучное движение но скучно это так я в кавычках радио fm молчит то есть и до новосибирска далеко не до томска было бы гораздо конечно интереснее если вы солнце било спину ну вот опять знак на дороге что видео фиксация посмотрим радар молчит радар детектор молчит и вот она справа из да с правой стороны вот только что проехали серый ящик это обманка вот эти обманки они но на кого они рассчитаны я не знаю потому что практически наверно все больше грузы дальнобойщики да и на легковых машинах стоят радар детектор устанавливают это просто вызывает улыбку какой-то внутренний смех что ли кого вы дурите ребята не знаете куда деньги девать что ли по моему в пермском крае проезжал я не помню сейчас эти дурилки картонные профиль автомобиля гибриды издалека видно вроде бы машина стоит обычно гибриды шники не прячутся они показывают свой автомобиль прижимается вправо предлагает обогнать вот а это игра такая что ли может на кого-то это не влияет наверное для тех кто редко выезжает на дальнее расстояние пути может быть реагирует как-то общение с гаишниками я по моему тринадцатой серии рассказал по моему в тринадцатой серии да леса посадки открытые места вдоль трассы много бабочек летающих насекомых иногда показывают в интернете ролики где саранча и там другие такими стаями летят весь вся дорога усеяна но здесь к счастью пока такого не наблюдается хотя бабочек очень много все двигаться по федеральным трассам предпочтительно отцепиться вот как сейчас например то что ремонт дороги по моему вот так то цепи цей для лучше всего двигаться в колонне вот где-то в середине может быть ближе к хвосту вот но в одиночку конечно двигаться не очень правильно скажем так как-то в комментариях по моему по моему я рассказывал сейчас трудно вспомнить где это было но опять таки по моему пермский край пензенская область когда шла колонна больших грузов ремонтная техника вот ведутся работы по ремонту дороги это хорошо так вот двигалась колонна встречная я ехал в одиночку в смысле не в колонне но это затор регулировка ремонт ремонт дороги поэтому пропускают по одной полосе так вот ехал очень медленно двигался со скорости примерно может быть 40-50 километров в час потому что что-то я тестировал какой-то прибор не помню на правом сиденье лежал ноутбук или я освобождал карту памяти не помню но чтобы не сбить но двигался очень осторожно и когда уже до колонны оставалось до первого автомобиля может быть метров 200-300 вдруг смотрю из колонны большой груз выходит вот с левой стороны тоже место для кратковременного отдыха из колонны выходит больший груз фура и прет прям мне в лоб дорога была по одной полосе в каждую сторону я еле успел съехать сойти на обочину и остановиться чтобы так вот еще одно место для стоянки отдыха судя по тому что тут собираются кучкуется фуры то можно останавливаться на отдых на для приема пищи может даже на ночевку одна из привет съехал на обочину и остановился он или не видел меня или за рулем сидел от морозок какой-то неадекват съехался на обочину он пролетел мимо так что чуть зеркала не прошибал конечно его адрес другие дальнобойщики высказались крепкими словами но вот был такой случай двигался бы чуть быстрее не знаю чем это закончилось так что самое безопасное движение это движение в колонне вот уцепился за автомобиль двигался на расстоянии там 50-100 метров вот с правой стороны начинающая стоянка тоже краковременный отдых останавливаться на ночевку не знаю комфортно или нет вот еще но тоже судя по тому что фура остановилась ну как вариант можно это иметь ввиду самое безопасное место это посреди колонны где-нибудь пусть скорость небольшая все равно скорость выше 80 км средняя скорость в день редко превышает 80-75-80 км средняя скорость на трассах России однажды был случай я возвращался по-моему или из Хабаровска или из Владивостока по-моему из Хабаровска ну это неважно и со мной ехал попутчик вот ну сутки он отсыпался лежал потом проснулся так познакомились разговорились и что-то пошел разговор об автомобилях о поездках я не стал говорить что немножко по России проехал вот знаю обстановку ситуацию на дороге вот и он мне стал рассказывать что-то пошел разговор сколько времени ехать на поезде до Владивостока сколько на автомобиле я думаю что на поезде ехать что неделя может чуть больше вот на автомобиле наверное подольше так не кокетничай а просто ремарку сделал вот да нет говорит с такой с такой уверенностью с таким этим я из или Сочи или из Ростова на Дону доехал до Владивостока что за пять дней что или за четыре дня я удивился взял карандаш бумагу стал считать я говорю правила дорожного движения нарушал нет ехал этот соблюдал все правила все ну и когда подведя итоги спал ночью да там два три часа спал а потом все ехал 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 за пять дней доехал за четыре дня сейчас не помню в общем я вычел время на ночевку на на остановке разделил расстояние и получилось ему говорю ты ехал что-то со скоростью со средней скоростью двести сорок что ли километров в час вот опять знак на дороге фотофиксация с правой стороны наблюдаем радар молчит коробка обманка дурилка картонная ну ты как шумахер говорю ехал с такой скоростью по российским дорогам почувствовал что этот приврал и причем довольно таки нехило если двигаться со скоростью со средней скоростью двести двадцать километров в час то значит на отдельных участках двигался со скоростью триста пятьдесят четыреста километров получается ну такой грубый расчет думаю не стал человек оставить неловкое положение потому что не соврешь красиво не расскажешь да и смысл какой было это так просто к средней скорости да блики от торпеды очень сильные что-то нужно будет думать что думать думай не думай сто рублей ни деньги надо новое покрывало новую занавеску на торпедо придумывать повторю наверное потому что в прошлых комментариях к видео я рассказывал что при съемке из окна поезда я стараюсь всегда взять нижнее боковое место чтобы можно было спокойно установить видеокамеру и производить съемку так вот блики из противоположного окна поезде здорово мешали съемке я тогда что придумал натянуть леску вдоль бокового места повесить занавеску чтобы от бликов избавиться и вы знаете это типа какого-то ноу-хау что ли если выражаться таким современным языком изобретение во-первых преимущество можно спокойно спать за опускаешь занавеску с правой стороны зашториваешь если есть такая необходимость с левой стороны тебя закрывает самодельная занавеска и получается такое импровизированное мини-купе в плацкартном вагоне ты ты никого не видишь тебя никто не видит можешь спать так что там такое у нас впереди стоянка ну заправка знаки понятно с левой стороны походу место для остановки слева заправка слева справа а это пост ГАИ ё-моё кажется да пост ГАИ со всеми вытекающими последствиями и ГПН и ЛАКОИЛ заправки куда мы въехали пока не знаю прозевал населенный пункт ну координаты можете записать и по карте посмотреть что это за место так вот занавеска леска натягивается хомутиками такими одноразовыми хомутиками натягивается до определенного это до определенного натяжения и занавеска вот это движение в руке она тут же открывается закрывается ну во-первых от любопытных глаз закрываешь себя и потом бывает так что кто-то открывает окна сквозняки особенно вечером вот это чувствуется за навеску это накинул так превысил скорость 70 что ли здесь ограничения вот и очень комфортно очень уютно примите на вооружение кто пользуется железнодорожным транспортом это будет это не будет лишним скажем так многие вешают одеяло закрываются одеялами одеяло спадает ну а эта занавеска занимает очень мало места в багаже такая компактная вот этой информацией этим изобретением я делюсь с вами так слева опять стоянка ну что тут проблемы со стоянками не будет с остановкой довольно таки часто встречается и заправки нередки и места для остановки для кратковременной остановки есть все замечательно вот кстати видите обочина этот отмечена разметкой желтого цвета разделительная прерывистая белая обочина желтая вот к таким стандартам вот опять белая пошла к таким стандартам обочину нужно отделять другим цветом обязательно потому что вводит в заблуждение например между Москвой и Ярославлем обочину такой ширины что возникает ощущение что это проезжая часть и двигаешься по дороге смотришь что справа тебя сплошная а за ней еще целая проезжая часть а с левой стороны прерывистая вы знаете состояние такое очень неприятное думаешь создается впечатление что ты двигаешься по встречной полосе это если будете ехать по этой дороге между Москвой и Ярославлем вот обратите внимание широкая обочина вызывает ощущение впечатления проезжей части если на нее сойти то значит рушаешь правила дорожного движения и двигаешься по обочине ну а там недалеко может стоять с полосатой палкой дяденька это будет совершенно прав хотя в заблуждение вводит дорожная разметка я уже об этом многократно говорил в разных комментариях и в автомобиле когда ехал комментировал и потом уже вот в таком варианте так опять открытая местность вдалеке лес с правой стороны не могу вспомнить поля это сельскохозяйственная или просто свободная земля и опять сделаю ремарку что дорога нуждается в четырех полосном движении по две полосы в каждую сторону это сейчас интенсивность движения не очень высокая кстати насчет дороги от Кемерово было время когда повторю что там был самый дешевый бензин в России но эти золотые времена ушли в историю как проехать Кемерово только через город необходима объездная дорога Кемерово вокруг Кемерово вот я пытался ее найти такой дороги не нашел и все время приходилось ехать через город ну а в городе пробки в городе заторы вот объездная дорога вокруг Кемерово просто необходима на любой более-менее такой приличный город должен иметь объездную дорогу это мое мнение до конца этой серии остается порядка 5 минут наверное может чуть больше ну а продолжаем двигаться в Новосибирской области так сейчас должна быть далеко граница Кемеровской области и Новосибирской что там такое спешат ребята вот будем проезжать стеллу границы я на этом сделаю акцент вот с правой стороны еще одно место для остановки отдыха привала ночевки но заправки я не заметил вообще должен быть такой комплекс комплект как назвать пока не знаю это должна быть стоянка это должен быть мотель с гостиницей со столовой с буфетом с магазином это должна быть заправочная станция тут же рядом вот это минимальный набор который должен быть чтобы считать стоянку чтобы считать место для привала цивилизованным и таким ну как ну взять за стандарт за основу мотель столовая кафе гостиница душ сауна или баня заправка и охраняемая или асфальтированная большая стоянка это вот тот минимум тот стандарт который должен быть на так что на заправке не дают запрещают охрана не разрешает останавливаться на ночевку на отдых у целей безопасности вот бывает так что бензин уже на исходе и место для стоянки для остановки но нет заправки это полуфабрикаты такие так ну где же наша граница с кемеровской областью подъем небольшой видим справа с левой стороны лотки для сбора воды чтобы вода с поля с полей не заливала дорогу то есть повторю что эта дорога под вниманием под наблюдением и это радует это хорошо кстати навигатор не скрипит не хрипит не трещит и визуально наблюдаем дорога хорошая было бы четыре полосы по две полосы в каждую сторону можно было бы поставить отлично ну а так четыре с плюсом поставил что-то я не вижу стел или проехал я уже да нет вроде бы надпись новосибирская область я несколько да не несколько много раз наблюдал такой дорожный знак самодельный наверное самопальный осторожно колейность стоит знак значит колейность и расстояние там например пять километров колейность вот честно говоря это вызывает смех где-нибудь в какой-нибудь стране есть еще такие знаки или нет я понимаю извилистая дорога там резкий крутой поворот подъем спуск да это рельеф особенности рельефной рельефа это местности да это понятно предупреждаю спасибо но когда стоит знак осторожно колейность ну кроме смеха там иронической улыбки это у меня не вызывает двигаясь с запустимой скоростью радар-детектор помалкивает навигатор тоже не очень активен интересно в этой серии так еще и остановился проверяю это самое или навигатор у меня заглючил по-моему навигатор заглючил или регистратор то работает вон бабочки летают видите да вон белокрылки капустница видите сколько но это еще мало это еще мало бабочек при подъезде к Томску там как снегопад был так перенастроил по моему навигатор сейчас поедем поехали так 15 канал чистый дальнобойщики молчат дорога далеко чисто я имею ввиду от постов ГАИ от засад на ГАИшники прекрасно понимают что дальнобойщики все радиоофицированы и они передают информацию по трассе что-то не могу понять где это стелла подъем подъем вот я нарушаю на перекрестке обгоняю но бог с ним никому об этом не скажем навигатор предупреждает что через 4 километра мы должны свернуть в сторону Томска небо чистое не облачко открытое пространство нет ни деревьев ничего за редким исключением небольшие лесопосадки это по-моему поля кажется поля да качество съемки конечно качество картинки не очень о чем-то говорят дальнобойщики но далеко находятся поэтому это неинтересно радиус действия достаточно радиус действия радиостанции достаточно 3 километра потому что при больших расстояниях теряешься не знаешь где это впереди или сзади 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 по-моему подъезжаем до границы да вот здесь должна быть стелла с левой стороны стоянка остановка и фуры кучкуется да вот подъезжаем границы новосибирской области с левой стороны с левой стороны огромная стоянка она стелла это граница новосибирской области вот вот по идее сейчас надпись должна надпись должна измениться на кемеровскую область не знаю посмотрим так видели огромная стоянка огромная и по площади и очень много автомобилей там и больших грузов и и автовозы и маленькие машинки то есть то есть можете взять можете взять за основу не за основу а как бы за точку где можно остановиться я там ни разу не останавливался врать не буду вот о качестве кухни тоже говорить не буду не берусь но надо полагать что место обжито уже прикормлено скажем так было бы плохо там бы ребята не останавливались вот изменилась надпись внизу с левой стороной Кемеровская область и сразу резко поменялось качество дороги хотя бензин в Кемеровской области сравнялся по уровню со всей России на качестве дорожного полотна это никак не отразилось никак появился треск появился скрип что-то губернатору Кемеровской области нужно делать что-то нужно думать сегодня у нас 13 июля вчера или позавчера передали что Аман Тулеев лежит в больнице помощники его работают скажем мягко скажем мягко не работают я же всегда сравнивал стоимость бензина и качество дорожного полотна низкая качество полотна дороги высокая отличный губернатор отличное руководство стоимость бензина высокая качество дорожного полотна низкая ну извините извините но у власти непорядочно сидит руководитель на этом серия заканчивается следующая серия начнется с этого момента ну вот с одной стороны навигатор радар дтф видеорегистратор тоже контролирует состояние дорожного полотна раздражает такое полотно притая ром транспор ром Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...